Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня я буду снимать ролик, тема которого уже давным-давно напрашивалась и, наверное, подходила к тому, что его всё-таки придётся снять, потому что в 2020 году мой канал вырос в два раза. Я как-то практически полностью определилась с его тематикой, полностью ушла в бьюти, поэтому появилось огромное количество новых подписчиков, новых девчонок, которые частенько заходят ко мне, и поэтому я стала получать большое количество вопросов, связанных лично со мной, с какими-то аспектами моей жизни. И в целом, в общем, люди хотят познакомиться, и я как-то всё откладывала, откладывала такой ролик, потому что думала, что это не настолько важно и интересно по сравнению, например, с очередным обзором на новинку, но, в общем-то, поняла, что вот-вот мой канал приблизится к заветным 10 тысячам, которые я так надеялась получить в этом году, и, в общем-то, время настало, вопросов много, и сегодня я на них буду отвечать. Поэтому очень надеюсь, что вы поддержите меня под этим роликом, что там не будет какого-то негатива и жёсткой критики, которая иногда проявляется, потому что всё-таки я впервые настолько много информации буду рассказывать о себе, и в ответ надеюсь услышать только что-то хорошее, или же вообще ничего, если вам что-то не понравилось. Заранее благодарю за адекватное поведение, также, опять же, напоминаю, что ролики в декабре выходят каждый день, поэтому вчера, сегодня, завтра, в общем, мы с вами видимся в этом месяце очень часто, поэтому, если вы ещё не подписаны, это прекрасный повод подписаться и поставить колокольчик для уведомления, чтобы вы сразу узнавали о том, когда выходят мои ролики, ну и я не буду ещё надольше затягивать сегодняшнее вступление, давайте переходить непосредственно к теме ролика. Для того, чтобы более точно понять, какие вопросы интересуют вас мои подписчики больше всего, я мало того, что попросила вас писать свои вопросы под одним из роликов, которые я выпустила в начале декабря, также ещё создала пост во вкладке сообщества, который так часто люди пропускают мимо, и, в общем-то, там я как раз-таки ещё выкладываю результаты всех своих конкурсов, так вот, под этим постом я также попросила написать какие-то вопросы, которые вас интересуют по поводу меня, моей жизни, каких-то аспектов, которые вам могли бы быть интересны, и, в общем-то, вопросов было достаточно много, но все они были плюс-минус похожего плана, о том, кто я, что я, сколько мне лет, где живу, чем занимаюсь, и, в общем-то, в основном про мою именно повседневную жизнь. Думаю, начать стоит с того, что мне 25 лет, около 4 лет назад, в летом 2016 года, я впервые приехала в Соединённые Штаты Америки по программе Work and Travel, провела здесь лето и, собственно, встретила здесь своего будущего мужа, который на тот момент поступил на магистратуру в Бостонский университет, он не гражданин Америки, он гражданин Казахстана, получилось так, что наши семьи находятся в двух абсолютно разных концах земного шара, и мы живём в третьем, поэтому, собственно, у нас не было большой сладьбы, которая случилась почти 3 месяца назад, в августе этого года, и да, где-то около 3 лет назад я поняла, что у меня передо мной стоит вопрос о том, чтобы оставаться в Беларуси и продолжать свою жизнь там, либо уже переезжать сюда и начинать строить её заново, и, в общем-то, и так понятно, какой выбор я сделала, но теперь давайте перейдём непосредственно к конкретным вопросам, потому что так мне будет проще планировать своё повествование, и первый вопрос, который мне попался на глаза, это вопрос от Марины. Звучит он так, хотелось бы узнать больше про то, чем занимались в Беларуси и как решились переехать в США. Ну, собственно, когда я жила в Беларуси, на тот момент мне было ещё 20-21 год, когда я впервые сюда прилетела, и я тогда училась на четвёртом курсе факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета, и, в общем-то, понятия не имела, что делать за своей жизнью. У меня оставался последний курс, который, в общем-то, и должен был потом уже распланировать мою дальнейшую жизнь, но так случилось, что я здесь встретила свою будущую вторую половинку, и, в общем-то, на пятом курсе, когда я поехала назад заканчивать университет после лета и завала сессию, передо мной встал вопрос о переезде, и там уже как бы стояли такие вопросы о том, что оставаться в Беларуси и отрабатывать два года, так как я училась на бюджете. Я поступала по конкурсу и прошла. И учаясь на бюджете, в Беларуси есть такая штука, как отработка. После окончания университета нужно отработать два года. Там, куда тебя отправят, либо искать именно место работы внутри страны, и только потом уже можно строить свою карьеру в другой сфере, или можно не работать по специальности. Иначе нужно было выплачивать всю ту сумму, которую якобы государство потратило на твое обучение, которая, по сути, была соизмерима сумме, которой платили студенты, учащиеся на платном обучении, и которые, в общем-то, ничего никому не были должны после окончания. И в тот момент, когда на пятом курсе, уже во втором семестре, когда у нас шла практика, я приехала сюда на несколько месяцев провести время, писала свой диплом, размышляла о том, что же мне всё-таки делать дальше. События сложились таким образом, что передо мной встал выбор либо срочно лететь в Беларусь для того, чтобы сдавать кое-какие документы, и мне там просто преподаватель не хотел ставить свою подпись, потому что я не находилась в стране, хотя в целом этой проблемы вообще никакой не было. Либо уже, в общем, прям тогда уже решать, что я не заканчиваю, и начинаю продумывать, что же мне делать дальше уже здесь. И, собственно, я сделала выбор в пользу того, чтобы заканчивать. Я поняла, что вернуться назад и восстановиться, закончить всё это дело очно либо заочно я всегда успею. Второго шанса может и не быть, и раз всё так удачно складывалось, почему бы этого не сделать. И, собственно, в тот момент я полетела назад в Беларусь на несколько месяцев для того, чтобы завершить все свои дела. Меня якобы отчислили из университета за невыполнение условий практики, потому что вот именно там преподаватель не хотел ставить свою подпись. И, в общем, это и было на самом деле очень хорошо, потому что если бы я забирала документы самостоятельно, мне бы всё равно пришлось бы выплачивать. А так всё сложилось очень удачно, что я никому ничего не должна, при этом ещё могу восстановиться. И я улетела уже потом, через несколько месяцев сюда, предварительно, конечно же, сделала в трансфер всех своих предметов. Если что-то здесь могло бы мне понадобиться для того, чтобы я могла здесь дальше доучиться, перевести эти все предметы, зачислить кредиты на именно уже американскую систему и продолжить своё образование здесь, в какой-либо то ни было сфере. А, к сожалению, по поводу того, что я не закончила университет, у меня не было, потому что я в целом понимала, что экономика — это не было что-то, на что мне хотелось бы посвятить всю свою жизнь, работать бухгалтером или экономистом. В какой-нибудь экономической фирме меня тоже как бы не совсем приличало, поэтому, в общем-то, я отправилась на поиски себя и на самом деле поняла сейчас уже, вот когда мне 25, когда я уже знаю, чем я хочу заниматься, я поняла, что очень рано всё-таки мы выбираем свой путь. В 18 лет, в 17 даже поступая из школы в университет, не понимая вообще, на что мы себя обрекаем. Но, в общем, как было, так было, я не жалею. Мео мне дал отличный английский, также прекрасные 4,5 года студенчества. И, в общем-то, с чистым сердцем 3 года назад я переехала сюда и начала уже строить планы по поводу того, как я буду самореализовываться именно здесь. С чем, собственно, и связан следующий вопрос, который звучит так. Что сейчас у тебя происходит в учёбе и работе? Как проходит твоя адаптация в Америке? К чему уже привыкла? И теперь это кажется нормой, хотя раньше не казалось, и к чему пока не привыкнешь. Начну, наверное, по порядку. Адаптация в Америке у меня проходила, она, наверное, уже прошла вполне себе нормально. Я думаю, что мой переезд просто совпал идеально с моим возрастом и с моментом такого состояния, когда меня ничего не держало в Беларуси. У меня ещё не было постоянной работы, у меня не было семьи, детей и каких-то обязательств. Я ушла из университета, и переехав сюда, я ничего не потеряла, и, наверное, даже как-то больше приобрела, потому что я ехала не в никуда, я ехала к кому-то. В общем, меня на самом деле это совершенно не тяготило, и самое главное, когда я сюда ехала, у меня уже был язык, и у меня было три месяца практики за плечами, проживание здесь. То есть я уже смогла немножко окунуться в эту американскую культуру, и, возможно, я просто по жизни такой немножко гибкий человек, потому что с 15 лет я не жила дома, в 15 лет я поступила из своего небольшого посёлка в профильный лицей в город Могилёв, я училась там два года, готовясь к поступлению в университет, поэтому потом на пять лет я уехала в университет, поэтому дома я не жила уже с довольно-таки раннего возраста, и я привыкла к тому, что с моей семьёй мы постоянно общаемся по телефону, периодически видимся, созваниваемся на регулярной основе, и, опять же, знание языка, и уже знакомство с этой культурой заранее, и такой вот довольно-таки молодой возраст, мне кажется, мне помог намного быстрее, намного проще адаптироваться здесь, но всё-таки я поняла, что моя адаптация закончилась намного позже, чем я думала о том, когда я ещё только сюда переезжала, потому что изначально у меня на канале есть ролик, в котором я крашусь и болтаю, рассказываю о своём опыте работы в Америке, там я говорила о том, что первое время я работала няней в русскоговорящей семье, был такой процесс трансформации, что ли, потому что я всё равно больше взаимодействовала именно с русскоговорящим таким пузырьком знакомых своих, своего мужа, знакомых семьи, в которой я работала, и я больше говорила на русском языке, но в тот момент, когда я уже стала чаще работать, подрабатывать именно в американских компаниях, каких-то ресторанчиках, магазинчиках, где не было русских, где мне приходилось полностью говорить на английском языке, стали появляться друзья отсюда, стало меняться мировоззрение, стали открываться глаза, и, в общем-то, адаптация стала проходить намного быстрее, но и при этом намного проще, потому что уже сейчас я понимаю, что у меня знакомых именно благодаря моим работам, моей учёбе, именно отсюда, нерусскоговорящих и людей, которые выросли в этой культуре, и самое интересное для меня, и самое такое удивительное, что было, что ли, было это то, что эти люди на данный момент, и в целом начали воспринимать меня на равных, и я стала общаться с ними, как, знаете, с обычными своими знакомыми, друзьями, смертниками из Беларуси, и это, наверное, связано было с тем, что я всё равно имела какую-то неуверенность по поводу английского языка, несмотря на то, что я его знала, практики у меня было не так уж и много, достаточно, но меньше, чем мне того бы хотелось, когда я работала именно с русскоязычными, и когда я уже туда пришла, почему-то у меня была такая неуверенность, мне казалось, что я буду как белая ворон там сама по себе, ни с кем не буду общаться, буду как-то так в сторонке, но в итоге получилось так, что мой характер вот такой вот довольно открытый, дружелюбный, и в целом американская культура, и вообще все, кто меня окружает, просто замечательные люди, мы как-то вот так вот очень сильно сплелись, и сейчас я чувствую себя абсолютно комфортно, я не чувствую себя одиноко, я не чувствую себя как-то не в своей тарелке, я не скучаю по Беларуси в плане как по стране, когда я еду домой, я делаю это с удовольствием, с ностальгией, но на данный момент я прям чувствую, что мой дом уже вот именно моя семья, и мой дом уже здесь, поэтому в этом плане мне, наверное, очень сильно повезло, в каком-то смысле, потому что мой муж также русскоговорящий, мы всегда были здесь друг у друга, мы карантин прожили вместе, и не разошлись, у нас тут двое котов, четверо котят, в общем, мой дом здесь, и сейчас уже я не воспринимаю Беларусь, как именно свой настоящий дом, я вот живу здесь, и мне все на самом деле нравится. В плане учебы все посложнее немножко будет, чуть больше года назад я пошла учиться в колледж, в медицинский, как в Америке говорят, field, то есть в медицинскую сферу, я сейчас учусь на программе nursing, это медестра, и мне на самом деле все очень нравится, я прям очень сильно вдохновлена, я не могу дождаться того момента, когда я уже закончу, хотя до этого момента еще очень-очень долго идти и идти, и я не могу дождаться, пока я получу свою лицензию, когда я смогу приступить к работе непосредственно в госпиталях, меня это почему-то очень сильно вдохновляет, меня всегда интересовала биология, меня всегда интересовала медицина, но почему-то я не связала с ней свою жизнь в Беларуси, и здесь я решила перепрофилироваться, медсестру я выбыла, потому что здесь это практически безграничная профессия, в которой ты можешь совершенствоваться, получать среднее, высшее образование, потом идти в магистратуру, докторантуру, переквалифицироваться в анестезиологию, либо в акушерство, либо взять свою практику, в общем, это прям реально огромная сфера, в которой можно развиваться бесконечно, и медицина здесь тоже совершенно другой мир, нежели в наших странах, поэтому медшкола, именно как вот именно доктор в какой-либо сфере для меня не представляется возможным, я в всяком случае себя в этом не вижу, потому что это очень большие финансовые затраты, очень большие временные затраты, это очень долгий путь, даже просто, чтобы дойти и найти себя как профессионала, это минимум 10 лет, с медистрою уже через 2 года я могу получить свою лицензию, начать работать, и при этом постепенно продолжать учиться, и также это довольно гибкая программа, которая поздравляет работать и платить за эту программу, если вам этого очень сильно хочется, и в то же время еще обучаться и получать образование. На самом деле по поводу образования я могу рассказывать просто часами, очень много нюансов, поэтому я не буду дальше продолжать нырять в эту сферу, но как бы закончено том, что я сейчас учусь, нахожусь в колледже, у меня с января месяца начинаются уже именно практики в клиниках, то есть в городских госпиталях, куда я буду ездить каждую неделю, проводить там по 7 часов уже непосредственно работы, и где-то через 2 года я получу свою лицензию, и, в общем-то, стану уже дипломированной, лицензированной медсестрой. Из этого вытекает еще один вопрос, разве что немного интересно, планируете ли переехать обратно в Беларусь когда-нибудь в будущем, или это исключено? Ну, если исходить из того, в каком сейчас виде находится система здравоохранения в Беларуси, и в целом вообще с событиями, которые там происходят, переехать назад именно и заниматься там тем, чем я хочу заниматься, у меня сейчас не представляется возможным, потому что, как вы знаете, в Беларуси наш бывший президент сказал, что даже с иностранными дипломами их еще нужно будет доказывать, и зарплаты несопоставимы, уровень жизни несопоставим, поэтому катастрофой для меня переезд назад в Беларусь, или же, например, к мужу в Казахстан не является. Я понимаю, что я не пропаду, и все равно найду чем заниматься, но в планах такого на самом деле нет, и это было бы не совсем желательно, потому что у меня еще такой огромный путь впереди по обучению, что ближайшие лет пять я вообще не планирую куда-либо переезжать, потому что действительно уже программа моя у меня в голове, потому что я хочу делать, и где мне нужно учиться, сколько мне нужно учиться, и как мне вообще всего этого достигать, она уже построена, и Беларусь на самом деле на данный момент в эти планы не входит. Но посмотрим, жизнь на самом деле полна сюрпризов, поэтому надеемся, но как бы точно сказать нет не могу, но и буду надеяться, что такого не случится. И давайте теперь перейдем к каким-то более обобщенным, что ли, вопросам, потому что мне так и непривычно от такого большого количества времени просто рассказывать обо себе. Если у вас остались еще какие-то вопросы, либо есть какая-то конкретная тема, которую вы хотели бы обсудить, обязательно пишите эти вопросы ниже в комментариях, я с удовольствием сниму вторую часть видео «Вопрос-ответ», либо запущу уже серию роликов «Собирайся со мной», в которой я могу обсуждать те или иные вопросы, или рассказывать, делиться о себе. Также я обязательно прикреплю ниже две ссылки на видео-собиралки, в которых я рассказываю о своем опыте работы в Беларуси и в Америке. Тоже можете послушать, там есть какая-то часть информации обо мне. Ну, а давайте сейчас перейдем, наверное, к чему-то более обобщенному, потому что у меня уже щеки начинают загораться. Совсем непривычно так много времени тратить на то, чтобы просто рассказывать о себе. Вопрос от Наты, это мне было бы интересно послушать, как краситься и одеваются люди в городе, в котором ты живешь. На самом деле, стереотипы об Америке, о том, что американцы не особо следят, американки не особо следят за своей внешностью, или не заморачиваются с тем, что они носят, или как они выглядят, они вроде как и правда, и неправда. Это все зависит от того места, где ты живешь, потому что, естественно, люди, которые живут в Нью-Йорке, или даже в том же самом Бостоне, в студенческой столице, они будут выглядеть и одеваться, или в той же самой Калифорнии будут выглядеть и одеваться совершенно не так, как будут выглядеть люди в Центральных Штатах, либо же даже в Южных Штатах. Мода будет совершенно другая в плане чувства стиля, какие-то веяния, как и культурные, они тоже будут другими. В Бостоне, на самом деле, в этом плане все прекрасно, здесь огромное количество различных магазинов с новой одеждой, потому что здесь студенты, как из Китая, так и из других стран, и со всей Америки в целом, здесь очень большое количество денег, поэтому все именно производители одежды, косметики и так далее, они вкладывают в эти магазины очень много, не настолько много, как в Нью-Йорке, там, конечно, совсем другой уровень, но на самом деле, именно внешность населения, которая здесь находится, она находится на уровне. Если отъезжать уже подальше от города, конечно, все намного более расслаблено, но здесь в этом плане я не могу прям очень сильно, как бы, что-то говорить, потому что сейчас сфера, в которой я работаю, там находится огромное количество красивых девушек, которые следят за собой. Возможно, наши чувства стиля или чувства красоты могут отличаться, но мы все настолько разные, настолько красивые именно в своем проявлении, что я даже не могу сказать, что есть какое-то отличие, потому что, ну, хотя девочки, которые работают официантками, если я не сказала, я сейчас работаю официанткой, подрабатываю параллельно, находясь в процессе обучения, и там, конечно же, девочки следят за своей внешностью, за тем, как они выглядят, за волосами, за ногтями, за макияжем, за фигурой, за всем остальным, и в целом студенты, и сам город, вот если убирать население, в целом тоже довольно спортивный. Я на самом деле никогда не видела настолько большую концентрацию людей, которые занимаются спортом, которые выглядят спортивно, подтянуты, даже если у них не худая фигура, вне зависимости от их комплекции, все равно люди ходят в спортзал, все равно они выглядят подтянуты. Девочки, просто фигуры настолько разнообразные, я никогда не видела в Беларуси, например, или в России, такое количество летом, например, спортивных и подтянутых девушек, вне зависимости от размера одежды, которые они носят, и от их форм, потому что спортзал здесь это прям, знаете, какой-то, наверное, уже must-have, или, знаете, часть какой-то культа. Также есть вопрос о том, чувствуете ли вы себя чужой в стране, нет ли тоски по дому, что побудило вас сменить место жительства чем-то лучше. Я уже говорила, что одиноко я себя здесь не чувствую, сейчас у меня огромное количество друзей, которые родились и выросли здесь, они как бы в какой-то степени помогли мне также намного больше адаптироваться и включиться в эту культуру, и в целом мой дом сейчас здесь, и нет, не скучаю, и место жительства захотелось сменить, потому что захотелось вот таких вот перемен каких-то что-ли в своей жизни, и попробовать чего-то нового. Чем занимаешься кроме блогинга? Что вдохновляет? Кроме блогинга я вообще на самом деле стараюсь заниматься всем понемножку, но в последнее время времени становится катастрофически мало, его постоянно не хватает, мне бы очень хотелось уделять большее количество времени Ютубу для того, чтобы выпускать ролики чаще. Я бы с удовольствием это делала, что, собственно, в декабре я прям вот выжимаю у себя все последние соки, но делаю, однако это мне дается не без труда, потому что учеба и работа, причем 4-5 дней в неделю, она, конечно, забирает огромное количество сил и времени, при этом еще хочется что-то успевать по дому, чем-то заниматься самой по себе в плане, например, какого-то спорта и самообразования, еще чего-то. В общем, занимаюсь всем, чем только могу, не все успеваю, но стараюсь, очень стараюсь. Теперь вопрос уже именно по блогу. Расскажите, пожалуйста, про съемки, на что снимаете, как начинали, как появилась идея канала, когда появилась любовь к косметике и какой макияж носите в жизни. Начну, наверное, про съемку. Я уже раскрывала этот секрет, у меня даже был какой-то подканал, который я начинала вести в сентябре, и там я рассказывала про инсайты своего ютуба, я оставлю ссылку на него ниже, если вам интересно, перейдите, посмотрите, я его пока не веду из-за отсутствия свободного времени, но, надеюсь, все-таки смогу к нему вернуться. Я снимаю на обычную камеру Canon T6i, это американская именно маркировка для европейской, по-моему, это 660D, если я не ошибаюсь. В общем, обычная, самая простая зеркалка, и у меня неплохой объектив, именно поэтому картинка выглядит немного интереснее, чем если бы она выглядела со стандартным объективом. Начинала я несколько, наверное, 4 года назад, тоже вот прямо перед переездом в Америку, в общем, с этим и было связано то, что мой блог особо не развивался, потому что у меня не было времени, я была сфокусирована на других задачах, и вот когда у меня появилось уж больше времени, и цель, я стала больше времени уделять Ютьюбу, начинала вообще со всего подряд, у меня на канале выходили абсолютно разные ролики, самый популярный ролик, к удивлению, у меня на Ютьюбе, именно про как накачать попу, по-моему, я приседала в течение месяца и потом рассказывала про результат, сейчас понимаю, что ролик просто какой-то ужас, я не прикрепила ни результатов, он минимально информативный, он получил много критики, кстати, также до сих пор продолжает получать, но если бы я знала, что этот ролик станет таким популярным, я бы, естественно, вложила в него больше усилий, он бы получился намного более удачным, но, в общем, в тот момент я вела канал про всё, обо всём и ни о чём, и вот только в этом году я перефокусировалась именно на бьюти, потому что поняла, что эта сфера мне наиболее интересна, и также, что найти именно единомышленников и побыстрее немножечко поднабрать подписчиков, собрать всех, кому это интересно, будет проще, если я выберу одну нишу. Впоследствии, возможно, я буду его немножечко расширять, но пока этого делать не планирую и хочу только сфокусироваться на косметике. Когда появилась любовь к косметике, она в целом была всегда, как ни странно, потому что моя мама в целом косметике была всегда равнодушна, накрасилась она всегда в меру, просто потому что, ну вот, хочется там выделить глаза, хочется что-то сделать, у неё не было никогда большого количества декоративной косметики, в основном, что у неё было для разнообразия, это несколько оттенков помад, но у моей тёти всегда был большой набор косметики, у неё была косметичка, я обожала к ней приезжать, это родная сестра моей мамы, и вот там я прям любила копошиться, смотреть на всю эту косметику, там трогать, пытаться что-то где-то накрасить, в общем, любовь это была всегда, и к уходовой косметике в том числе, поэтому просто когда я стала уже жить самостоятельно, зарабатывать сама, и могла себе позволить стратить на это деньги, я, в общем-то, стала это делать, и это всё переросло в итоге в хобби, которым я сейчас занимаюсь. И третье, это какой макияж носите в жизни, это всё зависит от ситуации, естественно, моя работа сейчас, она предполагает ношение макияжа каждый день, и он в целом практически такой же, как, например, сегодня, или как вы видите обычно в роликах. Я не ношу на работу какие-то яркие бомбические макияжи, потому что они не подходят под расходу и к той униформе, которую мы носим, но в целом красилась каждый день до короны, и сейчас чуть-чуть меньше, но всё равно продолжаю, например, каждый день красить глаза, потому что на работу нужно собираться и выглядеть презентабельно, а до этого, когда работала няня, красилась для себя не каждый день, но всё-таки макияж очень сильно любила, поэтому экспериментировала с различными более-менее натуральными макияжами, и да, если выходные, если я не снимаю видео, я могу не краситься целый день, но в целом в течение недели всё-таки косметика расходует со мной, носится на регулярной основе. Ещё один вопрос, это рассматривали ли ещё какие-то страны для переезда, скучаете ли по родной стране, сколько времени ушло на адаптацию к языку и в жизни США, и что вы делали или делаете, чтобы произошло быстрее, начну, наверное, по порядку отвечать, потом продолжу. Рассматривали ли какие-то другие страны? Нет, не рассматривала, так сложилось, что мой на тот момент парень, он уже учился здесь в университете, поэтому варианты по переезде была только эта страна, сейчас мы как бы думаем, возможно, ещё, если это будет реально, в зависимости от того, как служатся события, я, например, не против ещё пожить в Канаде, но мы на самом деле не загадываем, и в целом даже нахождение в Америке для меня сейчас нам очень даже удовлетворительно. Скучаю ли по родной стране? По стране нет, скучаю по людям периодически, но стараюсь не пропадать, держать контакты. Скучаю по родному посёлку, хотелось бы туда приехать, провести там какую-то неделю-две, наверное, походить по памятным местам, встретиться со старыми друзьями, но потом я понимаю, что мне просто будет нечем себя там занять, и такое же самое было в последний раз, когда я ездила домой, я ездила на два месяца, и уже спустя месяц я поняла, что мне нечего делать там, я уже увидела всех, кого хотела, я уже побыла там, где хотела, и уже дома насиделась, и в итоге поменяла билеты и прилетела сюда на месяц раньше, потому что, ну, просто нечем себя было занять, так как ни работы, ни учёбы, ни каких-то дел там уже просто больше не было. Сколько времени ушло на адаптацию? Что вы делали или делаете, чтобы это произошло быстрее? О языке и жизни в США. На адаптацию ушло, наверное, практически все три года, я понимаю, что полностью адаптировалась я, наверное, только в начале прошлого года, когда я уже около полугода отработала на своей старой работе, когда я уже начала учёбу, когда у меня уже появился огромный список, огромный круг новых знакомых и друзей, и адаптация к языку прошла очень просто, потому что я его всегда учила, и как бы практики мне было недостаточно, но теории было всегда, и единственное, чем я ускорила свою адаптацию и именно знание языка, это перед тем, как приехать сюда даже по work and travel, я начала как сумасшедшая просто за год целый смотреть сериалы, фильмы и вникать именно в язык в оригинале, без перевода, и на самом деле уровень языка вырос очень сильно, и это было очень заметно. Много бюрократических вопросов приходится решать иммигрантов, и много ли у них ограничений, и насколько это влияет на вашу жизнь. На самом деле, вот на данный момент я уже понимаю, что ограничений практически нет, если ты всё делаешь по правилам, если ты соблюдаешь все донлайны, все сроки, если ты относишься к документам и в целом вообще к этим всем иммиграционным процессам и к вот этим адаптационным документальным процессам серьёзно, то проблем не будет никаких, здесь нет настолько большой бюрократии и такой машины бюрократической, как в наших странах, поэтому если делать чётко так, как написано в инструкции к тому или иному документу, то проблем у вас с этим не возникнет, единственное, что я, знаете, даже заметила, что здесь у людей как-то больше понимания, что ли, и какого-то человеческого отношения к каким-то таким бюрократическим делам, потому что у них скорее в первую очередь работает common sense, это как здравый смысл перед бумажками, и только если уж человек совсем уже вредный, или если вам совсем не повезло, и вы попались кому-то, у кого очень плохое настроение, вот тогда вас, наверное, могут пустить по нескольку кружочков ада, заставляя бегать по инстанциям и делать это всё точно так же, как у нас в странах, но в целом здесь к этому относятся очень спокойно, здесь могут прощать некоторые штрафы, просто поговорив с вами, и если вы объясните ситуацию, у вас есть уважительная причина, вам в этом помогут, вас слышат, у вас есть огромное количество вторых-третьих шансов, чтобы перепадаться, но до этого лучше не доводить, и выше всё делать вовремя, и если вы будете положительно настроены, если у вас будет достаточное понимание языка, или в целом вообще открытость и невраждебность, и какой-то негатив сразу, то я думаю, что проблем ни с документами, ни с чем остальным быть не должно, и всё проходит на самом деле очень гладко, быстро, просто, и да, не заметила таких трудностей, и в плане эмиграции тоже практически всё то же самое, что и у тех, кто живёт здесь, ну, голосовать не можем, это, наверное, единственное отличие. И давайте я уже буду потихонечку заканчивать по этому последним видео, потому что, мне кажется, оно уже совсем затянулось, у меня даже немножечко в виске постукивает. Кто вас вдохновляет, за кем из блогеров вы следите, если бы нужно было выбрать только одну вещь из косметики, чтобы это было? Давайте, наверное, я закончу вопросом про блогеров, а про косметику мы с вами уже поговорим в другом видео, потому что их у меня выходит огромное количество, там я с удовольствием отвечу на все ваши косметические вопросы. И про блогеров я, на самом деле, смотрю огромное количество блогеров, которые есть на YouTube, когда у меня выдаётся минутка. Изначально смотреть YouTube я начинала именно с зарубежных блогеров, я не смотрела никого из русских, и даже где-то ещё полтора года назад я не знала вообще никого, ни из русской бьюти-сферы, хотя уже сама вроде как пыталась снимать ролики, потому что я стремилась и как-то целилась, и смотрела на именно зарубежных блогеров, англоговорящих, в частности, американских, британских. Я очень долгое время смотрела Тати, но она вот сейчас пропала с YouTube, и в какой-то момент мне тоже стало немножечко уже скучновато её смотреть, но в целом её старые ролики некоторые мне очень нравятся. Я смотрела очень долгое время тоже... Кого же я смотрела? Давайте-ка я просто открою список подписок у себя на YouTube и расскажу вам, потому что блогеров было много в моей жизни, от кого-то я уже отписалась, а кто-то до сих пор со мной. Я смотрела из русскоговорящих долгое время Алену Погребняк, когда она ещё жила в Краснодаре, потом она переехала в Москву, я смотрела их процесс ремонта, мне интересно было иногда отвлечься, посмотреть на то, как люди живут, например, в России, вот её именно влоговые такие видео мне нравились, но в последнее время, уже когда у неё стали обзоры на салоны, мне просто эта тема не особо интересна, поэтому я как-то от её канала подотошла за последний год. Также я очень часто смотрела ролики Алены Ратнаросли из бьюти-блогеров, я смотрела, смотрю до сих пор, люблю смотреть Айсу, у Олеси Барзаева очень интересные ролики периодически выходят, Наталину тоже открываю, но в целом вообще практически всё, вот это небольшое бьюти-комьюнити на русском языке, я периодически просматриваю, YouTube рекомендует, если тема интересная, я открываю вне зависимости от того, кто снял видео, у меня нет такого, что вот эту я смотрю, а вот эту вот я ни за что не смотрю, такого как бы не возникает, здесь скорее зависит от тематики ролика, который выдаёт блогеры, то же самое, наверное, сейчас уже с американскими, но мне кажется, это связано именно с спецификой моего блога, потому что мне скорее интересно посмотреть какие-то новые идеи, посмотреть на какие-то новые продукты, и я знаю, что все снимают достаточно хорошо, поэтому не смотрю именно скандальных американских блогеров, вот этих всех очень-очень хайповых, вроде Джеймса Чарльза, Джеффри Стара, Никки Туториалс и так далее, вот эти все именно большие, потому что мне они почему-то кажутся, во-первых, не до конца искренними, хотя у некоторых персоналити очень даже такое интересное и яркое, а во-вторых, просто потому что, ну, слишком коммерческие у них уже ролики, они снимают также ещё на более младшей аудитории, многие из них, например, тот же самый Джеймс Чарльз, и это просто вот, ну, это не мой тип интересов даже бьюти-комьюнити, поэтому я как-то вот подальше от них, я смотрю из американских блогеров, мне очень нравится Валерия Риповецкий, это женщина-девушка с семьёй, которые живут в Канаде, в Торонто, у неё трое сыновей, муж, и она лайфстайл-блогер, фэшн-блогер, в общем, мне интересно следить иногда за её роликами, и в целом, как она прям построила целую империю на своём блоге, очень интересно и очень поучительно, также смотрю иногда Каролину Кеннон, также иногда смотрю образовательные блоги по YouTube, блин, у меня в подписках такое большое количество именно блогеров и всего того, на что я просматриваю, есть какие-то американские медсёстры-блогеры тоже, которые делятся своим опытом у себя в видеороликах, и я не знаю, я, наверное, сниму просто отдельное видео, в котором я поделюсь блогерами, которых я смотрю, потому что если я сейчас начну перечислять, рассказывать, почему я смотрю того-либо иного человека, почему он неинтересен, это затянется ещё на час, так что буду потихонечку закругляться, я очень надеюсь, что это видео оказалось для вас интересным, я уже сказала, обязательно пишите ваши вопросы, которые у вас остались ниже в комментариях, также с удовольствием поболтаю, обсужу любую тему, которую вы хотите затронуть, либо какие-то вопросы, которые вы хотите у меня спросить, ниже в комментариях, либо продолжу всё это дело в следующем ролике, который выйдет, наверное, ещё через год, спасибо вам огромное за просмотр, за ваши лайки, за комментарии, очень надеюсь на понимание, на адекватность, на отсутствие негатива, также обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны, но я увижу с вами же очень-очень скоро в моём завтрашнем видео, пока-пока!